Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Рабина. Чем запомнили санопчанами гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Специально созданная служба муниципального контроля в ежедневных рейдах проверяет соблюдение правил благоустройства и использования земли. Наводить порядок при дорожной торговле и землепользовании нередко приходится с помощью составления административных протоколов на нарушителей. Специалисты муниципального контроля объезжают сельские округа и приводят в порядок все, что плохо лежит или оформлено не по закону. Как в случае на железнодорожном переезде в селе Витязево. В очередном рейдовом мероприятии участвует заместитель главы Анапы Александр Колесников. Совместно со специалистами управления муниципального контроля проверяет, как используются сельскохозяйственные земли. Претензия к местному фермеру не столько по самому строению. Вокруг на территории беспорядок. Доски, оконные рамы, строительный мусор, протухшие овощи и даже ржавый каркас автомобиля. Далеко не полный список хлама и мусора. Собственник объяснил, планируют строиться. За нарушение на хозяина составили протокол. На комиссии вынесут решение о сумме штрафа. Освободить свою территорию от хлама он должен за несколько часов. Навести порядок в сфере придорожной торговли требования главы курорта. И проводить эту работу необходимо сейчас, а не в последние дни перед сезоном. Многие предприниматели уже взялись за исправление замечаний. В Гайкадзоре собственники объектов придорожного сервиса убирают свои строения без скандалов и препиратель с местными властями. За добросовестное выполнение правил правопослужным предпринимателям создают дополнительные преференции, условия для работы и поддерживают на уровне власти. На этой неделе в Анапе обсудили, как усовершенствовать работу ярмарок привозов. С таким вопросом обратились специалисты управления сельского хозяйства, торговли и потребительского рынка к предпринимателям и посетителям главного привоза в Анапе на улице Солдатских матерей. Члены комиссии провели анкетирование среди покупателей и продавцов, чтобы выявить потребности недочета в работе. Такие проверки станут регулярными. В центре внимания стоимость сельхозпродукции, ценники с указанным сроком годности товаров, ассортимент и порядок на рынке. Кроме того, на ярмарке-привозе будет организовано постоянное дежурство. К дежурному можно обратиться по любому вопросу работы рынка. Преобразования начнутся в ближайшее время. В нескольких километрах от станицы Гостогаевская готовят землю под посадку новых виноградников. В 90-х годах здесь были виноградники общей площадью порядка 150 гектаров. В 94-м году аграрии еще выращивали янтарную ягоду и собирали урожай, а после территорию забросили. И до настоящего момента земля пустовала. Сейчас на этой территории проходит работа, которую проконтролировал заместитель мэра Анапа Александр Колесников. Бригадой почти 100 человек выкорчевывают старые деревья, убирают засохшую виноградную лозу. Работает специальная техника, трактор со скобой для выкорчевывания и специальный измельчитель деревьев. Восстановление некогда плодородных гектаров займет не один год. После раскорчевки землю надо будет оккультурить, избавить от сорняков и корней, и только после этого можно будет высаживать новые виноградники. Андрей Ковальчук, генеральный директор ООО «Возрождение», рассказал, на этой земле запланирована посадка 40 гектаров нового винограда технических и столовых сортов. В прошлом году на соседнем участке уже начала работать специальная техника. Высажено 14 гектаров виноградной лозы. По оценке заместителя главы города Курорт Александра Колесникова, работа на поле – беспрецедентный случай и анапские власти готовы оказать всестороннюю помощь предпринимателям. 4 ноября в России отметили День народного единства. Этот праздник утвержден в честь важного исторического события – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. В Анапе на театральной площади состоялось общегородское праздничное мероприятие «В единстве народа силы России». Для жителей и гостей Анапы был организован концерт, работало 10 интерактивных площадок. На улице Горького театральной площади работала ярмарка, на которой свою продукцию представили местные производители. Мед, кондитерские изделия, овощи, фрукты, соленья – все это и не только жители и гости Анапы могли приобрести по доступным ценам. 1 ноября в Доме культуры поселка Виноградный прошел День здоровья. Прием вели врачи-специалисты, городской больницы и центры медицинской профилактики. День здоровья посетило 366 селян. Всего было проведено более тысячи консультаций и обследований. Жители поселка прошли обследование и получили консультации у кардиолога, эндокринолога, невролога, лор-врача, окулиста, терапевта, хирурга, педиатра, медицинского психолога и других специалистов. Цикл профилактических мероприятий по поручению главы Анапы Сергея Сергеева в этом году начался в городе, а до конца года Дни здоровья пройдут во всех сельских округах по графику каждую субботу. Во всех учреждениях культуры Анапы и сельских округов прошла вторая всероссийская образовательно-просветительская акция «Ночь искусств». Тема «Ночи искусств» в этом году – творчество, а девиз «Участвуй и меняйся». В городской библиотеке филиале номер два в эту ночь встретили муз искусства Древней Греции. Магазин рукоделия студии «Арт-хобби» представил для гостей выставку «Хукол». Участники театра студии «Пигмалион» показали спектакль по сказке Ирины Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада», поставленный руководителем Александром Ребцом. В других библиотеках курорта прошли встречи с анапскими прозаиками, поэтами, музыкантами и коллекционерами, мастерами разных жанров искусства. Кто на свете всех милее, определили на конкурсе красоты мисс Хуторянка в станице Анапской. Обладательницей короны стала Алена Тришина. Победительница увлекается рисованием, закончила художественную школу, а детская мечта Алены – стать звездой Голливуда. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. В курортной Анапе продолжаются работы по благоустройству. Современный детский сад в Красном Кургане. Недочеты в проекте устранены, реконструкция идет полным ходом. Разбой средь бела дня. Злоумышленник попытался похитить деньги у нескольких жертв. Вопрос обеспечения домов и социальных объектов теплом и горячей водой в Киблерово на контроле главы курорта. Подробности и итоги конкурса «Хрустальная Ника» в Анапе. И сейчас обо всем подробнее. В курортной Анапе продолжается благоустройство. В сквере по улице Кати Соловьянова работы уже завершены. В районе администрации города устанавливают новые скамейки. Подробности далее. На улицах города и в парках поставили скамейки мусорной урны и цветочные клумбы. Почти комплексы на каждом углу. Десять скамеек установлены для удобства жителей в сквере у здания администрации. Семь штук поставили на улице Горького от Летней Страды до Родины. Три установили в сквере у школы номер пять. Заметные изменения произошли в сквере по улице Кати Соловьяновой. Зеленая зона в порядке, деревья обрезаны, газоны оформлены и ухожены. Правда, от хулиганов и вандалов еще не придумали средства защиты городского имущества. Скамейки, которые требуют ремонта, отремонтируют и покрасят. Уже весной этот мини-парк станет прекрасным местом для отдыха анапчан и гостей курорта, как в былые времена. У вас очень чисто. По сравнению с другими городами Верславьяновых, замечательно. Замечательно. Но я бы, наверное, в любом семье не без урода. Уже есть некоторые скамейки, которые выведены из строя хулиганами. В целом, впечатление хорошее. Чистый город. Управление ЖКХ благоустраивает места отдыха по муниципальному контракту. Забота о комфорте анапчан и наших гостей. Новый детский сад совсем скоро откроют в Красном Кургане. Реконструкция здания идет полным ходом и уже не за горами новоселья. Ход работы ценил глава Анапы Сергей Сергеев. Реконструкция детского сада в Красном Кургане началась в конце ноября прошлого года. Процесс затянулся из-за существенных недочетов проекта. От услуг недобросовестного проектировщика отказались. Учли все необходимое для комфортной жизни дошколят. И теперь работы не останавливаются. И сейчас процент готовности. Котельная, что процент? Нет, 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 детского сада. Детского сада по 80%. А система отопления? Смонтирована. 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 Заведующая будущим детским садом Наталья Шубина на стройке каждый день. Во время визита главы Анапы Сергея Сергеева провела экскурсию по зданию. Мэр Анапы обсудил с подрядчиком сложности в работе. Аскер Нихай отметил актуальную. Как можно быстро оформить документы на котельную и запустить в здание тепло, чтобы приступить к отделочным работам. Просторная светлая группа, пищеблок, музыкальный зал, большой двор. Несомненно, в Красном Кургане будет один из лучших сельских детских садиков. На реконструкцию старого аварийного здания на условиях софинансирования краевой муниципальной бюджеты вложили 64 миллиона рублей. Разбой средь бела дня. Злоумышленник попытался похитить деньги у нескольких жертв. Угрожая продавцу магазина и прохожей на одной из улиц города. Правонарушитель задержан. Подробности расскажет Рината Кадырова. 27.10.2014 года на пульт неведомственной охраны поступил сигнал тревога сохраняемого объекта. По прибытию на место было установлено, что гражданин урожения Челябинской области совершил разбойное нападение на продуктовый магазин. Во время нападения Галина Мосыпан спряталась за прилавок, опасаясь за свою жизнь. Но злоумышленник ударил женщину по голове травматическим оружием, после чего похитил из кассы деньги. Открылась дверь и ввалился. Прямо так вваливается. Парень до 30 лет. С пистолетом. Я вот спряталась за холодильник туда, начала кричать. После совершенного преступления злоумышленник скрылся и попытался на улице Крымской, используя то же оружие, ограбить еще одну жертву. Анатолий Кабанец, прохожий, бросился на преступника и помог полицейским его задержать. Сидел в машине с ребенком. На встречу шла бабушка. Мужчина обнял ее, подумал, что встретились. Дальше сидел, играл в телефоне. Слышу, помогите. По сторонам посмотрел, не определил ситуацию сразу. Я вышел, оценил обстановку сзади, заломал руки, уложил на землю, разбил ноги. Все. Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел МВД. Централизованное теплоснабжение восстановлено в жилых домах и детском саду микрорайона Киблерово. Коммунальную услугу жители не получают из-за противоречий между Теплоэнерго и Рео Сочинский, фирмой, в управлении которой находится котельная Минобороны. Люди стали заложниками коммерческих интересов. Ситуацию вмешались городские власти и добились урегулирования конфликта. Малыши собирают мозаику, играют и с аппетитом обедают. В теплых вещах заботливо подобранными мамами. Теплую атмосферу в детском садике создают воспитатели. Тепло в помещении обеспечивают отопительные приборы. Температура комфортная по существующим нормам. Подключили отопление на мастерализованное. Всегда было тепло. Температура в группах 20-22, как по Санпину у нас, поддерживалась. С помощью имеющихся сплит-систем и обогревателей, электрических масляных радиаторов. Вода горячая у нас тоже была, потому что во всех группах и на пищеблоке установлены электрические водонагреватели. Котельная, обеспечивающая теплом дома и социальные объекты в Киблерово, имущество Министерства обороны. Проблема новчан федеральное ведомство, видимо, волнует мало. Люди стали заложниками коммерческого спора двух частных организаций «Теплоэнерго» и «Реу Сочинский». Обкладываешь 2,5 литра двумя бутылками кипятком. Обкладываешь, чтобы не замерзнуть за ночь. Мы в прошлом году также без воды были три месяца. И в этом году горячей воды нет с августа месяца. И дали нам вчера тепленькая бежит. А платить-то будем за горячую воду. Мы здесь брошены. Вопиющий факт. Во время подготовки к отопительному сезону и ресурсники, обслуживающие котельную компанию, о проблеме молчали. Городские власти вмешались в ситуацию, как только за помощью обратились жители Киблерово. Правовая служба помогла подготовить иск в суд. А урегулирование конфликта взял на личный контроль мэр Анапы Сергей Сергеев. Вы сделали людей, жителей и социальные объекты заложниками своих коммерческих правоотношений. Пожалуйста, цивилизованно в суде. 7-6, 7-4, 1-2. Решайте. Администрация буквально посадила стороны за стол переговоров. Рабочую группу возглавила первый вице-мэр Светлана Ировая. Накануне был найден компромисс. Составлен устраивающий обе организации договор на поставку теплоэнергии. Но оставлять без контроля ситуацию городские власти не намерены. Глава Анапы Сергей Сергеев принял решение о строительстве в Киблерово муниципальной котельной. Многолетняя проблема будет решена кардинально. К другим темам. Анапа претендует на звание «Лучший курорт Черноморского побережья». На курортном Олимпе 2014 Анапа представлена во всех основных номинациях. «Лучший курорт Черноморского побережья» будет определён на основании результатов онлайн-голосования и по данным мониторингов курортных территорий, которые Министерство курортов и туризма проводит в постоянном режиме. Поддержать Анапу можно уже сейчас, проголосовав за неё на сайте www.kurortolimp.ru, раздел «Конкурс», подраздел «Голосование». Напомним, в прошлом году Анапа завоевала пять наград конкурса лидеров туристской индустрии, три из которых – золотые. Церемония награждения победителей 2015 состоится в декабре этого года. Анапа приняла четвёртый открытый всероссийский вокально-хореографический конкурс детского и молодёжного творчества «Хрустальная ника». Более тысячи участников приехали из разных регионов России, Украины и Казахстана. О том, как проходил конкурс, расскажем прямо сейчас. Таланты, мастерство, творческий подход и упорный труд – верная дорога к успеху. Коллективы упорно трудились и готовились к конкурсу, ведь каждый приехал сюда за победой. Мы приехали из города Ростова-на-Дону, готовились. Каждый день у нас были тренировки. Четыре часа. Старались. Если что-то не получалось, начинали заново. Мы надеемся победить. А у вас в Дениско-Будь есть в вашей команде? Знает, нас победа ждёт. Коллектив «Артраш» вперёд. Конкурс проводится в четвёртый раз. С каждым годом география и масштаб фестиваля растут. Некоторые коллективы участвуют впервые, например, из Евпатории и Ялты. Но есть и те, которые уже неоднократно приезжают на фестиваль. Можно наблюдать, как они растут и как их способности развиваются в таланты эстрадных звёзд. Конкурс вокально-хореографический. Он длится всего пять дней. Это большой конкурс с хорошим ярким открытием, с конкурсными программами по хореографии и по вокалу. Профессиональное жюри в составе «Заслуженные деятели России» после выступлений участников поделились ценными советами и наставлениями. Участники отметили – судили справедливо. Здесь очень хорошие судьи, конкуренты сильные. И, в общем, всё понравилось, всё очень хорошо. Хорошо выступили. Хорошо очень. Очень всё организовано. Спокойно. Нет никаких таких происшествий. Организаторы конкурса старались сделать программу насыщенной не только в плане выступлений, но и обеспечить досуг участников. Каждый день был полон открытий в курортной Анапе. Для талантливых детей и молодёжи проводили мастер-классы, экскурсии. По итогам конкурса состоялся галоконцерт. Коллективы, занявшие призовые места, выступили уже не в качестве участников и конкурсантов. Выступали победители конкурса. И в продолжение темы галоконцерт фестиваля «Хрустальная Ника» прошёл на сцене городского театра. В Анапе выступили лучшие из лучших победителей конкурса. О начинающих звёздах большой сцены материал Натальи из Мозговой. Пена белых кружев и синего шёлка, звуки вальса. Прекрасные пары из Белгорода открыли галоконцерт четвёртого открытого всероссийского конкурса «Хрустальная Ника». Самые яркие моменты вокально-хореографического детского и молодёжного конкурса зрителям показали на большом экране. Организаторы конкурса поздравили именинников, отметивших свои дни рождения на фестивале. Позади остались творческие мастерские, мастер-классы, конкурсные выступления. На сцене лучшие. Уносит время прочь, усталая вода, гадит своим пределам. Галоконцерт похож на августовское небо. Юные звёздочки сияли талантами. Здесь и ковбой, и первый парень на деревне, и барыня, и танец по росе. После выступления театра танца из Тимошевска «Сова» зал взорвался аплодисментами. Погучи трудятся, погучи трудятся, погучи трудятся, погучи радуются, а кто остался там? Нику за первое место в разных номинациях увезли в Зеленогорск, Пензу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Евпаторию, Геленджик и другие города. В Анапе тоже осталось несколько статуэток у ансамбля «Вдохновение» и «Эдельвейс». Особым подарком участникам стали денежные сертификаты на участие в различных международных конкурсах. Затаив дыхание, конкурсанты ждали, кто же получит гран-при и главный приз – 30 тысяч рублей. Очень хочется поблагодарить тех людей, которые дают вам возможность заниматься и творить. Это ваших родителей. Родители, которые, несмотря ни на что, возят вас на репетиции, отправляют вас на конкурсы, переживают вместе с вами, радуются вместе с вами. Большое вам всем спасибо. Высшую награду гран-при и денежный приз поделили. Театры странного творчества «Искушевые волшебники» и детский образцовый театр танца «Сава» с Тимошевской ее по праву заслужили. Вначале мы вообще не надеялись, что мы что-то займем. Мы приехали просто для того, чтобы показать себя. Но такой поворот событий, просто такого не ожидали. Анапа, мы вас любили! Мы к этому долго шли. У нас два года не было гран-при. Мы старались, мы работали усердно. Мы так ждали, ждали, ждали. И для нас это узнает очень много. Спасибо! Море эмоций, красивых мелодий и теплых воспоминаний участники конкурса увезут в свои города и начнут готовиться к новым соревнованиям талантов. Каким он был? 30 октября трагическая случайность оборвала жизнь председателя Анапского отделения общественной организации инвалидов войны в Афганистане Павла Сергеевича Саркисьяна. Прошедший огонь Афганистана в Кандагаре, он был другом для многих людей. Его считали своим братья-афганцы, мамы-ребят, не вернувшихся с той войны. Он был отличным руководителем для 300 сотрудников от транспортного предприятия Кандагар, большинство из которых воины-афганцы, ветераны вооруженных сил, принимавшие участие во всех локальных конфликтах. Для него Анапа была настоящей малой родиной. Ни одно городское мероприятие не обходилось без помощи Павла Саркисьяна. А еще он был любящим мужем, заботливым отцом, трех дочерей и совсем молодым дедом. Светлая память о добром и мужественном человеке, кавалере Ордена Красной Звезды, медали за самоотверженность, за ратную доблесть, за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени Павле Сергеевича Саркисьяне навсегда останется в сердцах анапчан. Развитие спорта, итоги футбольного сезона и строительство новых спортивных объектов. Эти и другие вопросы обсудили на расширенном заседании Общественного совета по физкультуре и спорту при главе муниципального образования. О развитии физкультуры и спорта в Анапе до 2020 года рассказал начальник управления Сергей Ткаченко. В настоящее время в Анапе более 61 тысячи людей занимаются физкультурой и спортом. В спортивных школах заняты 10 400 детей-подростков. Объем финансирования отрасли в этом году составил 135 миллионов рублей. Сергей Ткаченко отметил 8 стратегических направлений работы в будущем. Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва. Развитие физкультуры и спорта среди малоподвижных людей. Улучшение спортивной базы и спорта высших достижений. Подготовка и переподготовка кадров агитации пропаганды физкультуры и спорта. Главная проблема, с которой сегодня сталкиваются в отрасли – недостаточное количество спортивных сооружений. В настоящее время готовится проектно-сметная документация по объектам в Юровке, Цибанабалке и Хуторе Чикон. Сергей Козлов поручил активизировать работу с руководителями крупных анапских здравниц по безвозмездному предоставлению имеющейся спортивной базы для тренировок анапских спортсменов. Говорили и о развитии детско-юношеского футбола в Анапе. У местных юных футболистов есть желание играть и способности к игре. Главная проблема – нет футбольных полей для тренировок, сложности с инвентарем и доставкой команд на соревнования. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов предложил создать рабочую группу, которая рассмотрит проблемные вопросы и выработает алгоритмы их решения. О взрослом футболе в Анапе рассказал президент этой спортивной федерации Александр Рапопорт, поблагодарив руководство курорта и лично главу Анапы Сергея Сергеева за создание городской футбольной команды. Отметили футбольный клуб Анапа, несмотря на свой скромный стаж, сумел войти в тройку финалистов чемпионата Краснодарского края. Это достойный результат для дебютантов. Еще одна анапская команда «Понтас», представляющая село Витязево, завершила чемпионат на седьмой строке турнирной таблицы, а также дошла до финала Кубка губернатора Кубани, что тоже является хорошим достижением. В завершении заседания совета обсудили, как будут отмечать итоги спортивного года в Анапе. Праздник пройдет в декабре в городском театре, где наградят лучших спортсменов и тренеров. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу 8 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 16-18, ночью 10-12 градусов тепла. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы, 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. В воскресенье 9 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 16-18, в ночь на понедельник 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випар» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин